Главный вопрос, который наверняка интересует очень многих, можно ли научиться делать выход на две всего за одну тренировку? Или, как говорит Андрей Филиппов, за полчаса? Наверняка вы многие видели этого парня, он известен как ВДВшник с Ютуба, и очень много от него разных тренировочных видео, которые собирают миллионы просмотров. А помимо них он также время от времени выкладывает обучалки, и вот здесь становится интересно, действительно ли то, что он говорит, может помочь конкретно вам научиться делать то, что он предлагает. Поэтому давайте перейдем сразу к разбору его видео под названием «Как научиться делать выход силы за полчаса». Скажу сразу, шансы есть, но посмотрим, что нам будет советовать Андрей. Друзья, всем привет! Выход силы на две руки за полчаса – это не кликбейк, это реально. Сейчас покажу вам видео, где я научил Дениса делать выход силы буквально за полчаса. Смотрим. Давай, давай, давай. Опа, есть. Опа, нет. У меня на канале есть отдельный ролик, в котором я объясняю, чем выход силой, когда вы используете действительно силу, чтобы выйти над турником. Отличается от выхода на две, когда вы используете мах ногами и инерцию, получаемую от него для того, чтобы выйти над турником. И когда этот парень подбросил ноги аж к самой перекладине, и, используя этот мах, вышел, это не выход силы. Извините, конечно. Кстати, да, подобное упражнение практически не требует каких-либо сил, и, в отличие от склепки, не требует овладевания техническим навыком. Поэтому сходу можно с первой же тренировки, если есть более-менее база, так, чтобы вы хотя бы могли несколько раз потянуться, вот таких выходов надрыгать штуки 3-5 совсем без проблем. Есть. Давай еще раз сделаешь. Во, почти. Давай еще раз. Еще раз на две постарайся. Давай. И. Почти. Хорош. Итак, чтобы научиться делать выход силы на две... Выход на две, а не выход силой. Силы здесь никакой нет в том, что он показывает. А количество подтягиваний, которое нужно для того, чтобы научиться делать выход силы, всего одно. И об этом я тоже уже рассказывал в отдельном видео. Можете посмотреть здесь или по ссылке в описании. Если вы хотите научиться делать выход силы, для этого достаточно уметь всего один раз подтягиваться. Чистых раз. Если вы не умеете подтягиваться, то сначала делайте, соответственно, базовые упражнения. Это подтягивания, отжимания и так далее. То есть развиваете в себе физическую силу. Выход силы на две – это техническое упражнение, но там и нужна сила. Выход силой – силой. Это силовое упражнение. И без силы его сделать нельзя. Итак, сегодня я научу вас сделать выход силы на две через рывок. Первое упражнение мы будем выполнять на низкой перекладине. Примерно оно должно нам быть... Она должна нам быть по подбородок. Соответственно, это будет сам рывок. Беремся обезьянью хватом, не закрытым, а открытым. Ноги под себя. Друзья, наклоняемся вперед, максимально выносим и выпрыгиваем на живот. Это очень важно, друзья. Не полностью встаем, а именно на живот. То есть заносим свои плечи через турник. Таким образом делаем 10 повторов на живот. Во-первых, при изучении выхода силы я никогда не рекомендую вам использовать обезьянний хват, если вы не хотите рано или поздно удариться, скажем так, подбородком от турник, потому что рука у вас соскользнет. Да, это происходит. Да, это происходит даже у тех людей, которые делают десятки и сотни выходов. Просто это происходит позднее, чем у новичков, которые не так хорошо себя контролируют. Но это неизбежно. Рано или поздно рука соскользнет, вы ударитесь, будет очень неприятно, но это произойдет. Поэтому, когда вы делаете выход, делайте его всегда хватом с большим пальцем снизу, чтобы вы полностью контролировали перекладину и были в безопасности в момент проворачивания. Никакой принципиальной разницы между хватами, особенно вот для этого конкретного упражнения, нет. Что касается самого упражнения, это упражнение не тренирует рывок ногами. Хотя Андрей думает, что оно тренирует, но нет. Вот киппинг, который показывал Виктор Блуд в своем ролике, опять же, напомню, вот он помогает научиться делать правильный рывок ногами. Вот эта штука, нет, она не делает то движение, которое вам нужно, вы просто отталкиваетесь ногами. Она позволяет научиться проворачиванию руки, потому что вы проворачиваете руку и понимаете, начинаете понимать, что происходит в выходе, когда вы уже оказались высоко и что дальше нужно делать. Потому что некоторые не знают, что дальше нужно делать. Они делают очень высокое подтягивание и застревают, потому что не понимают, что руку-то надо провернуть. Вот, как бы это ни казалось очевидным, но эта проблема действительно очень распространенная. И вот научиться проворачивать кисть, это упражнение поможет. Научиться делать рывок ногами, нет. Оно не поможет, потому что он здесь не делает тот рывок, который делается во время выхода. Обратите внимание, что рывок должен быть мощный. Чем мощнее будет старт, именно сам рывок, чем выше вы сможете себя закинуть. И держите это в голове, что вы должны себя закинуть именно на живот. Вот, видите, в отличие от выходов, которые показывал его подопечный в начале, когда он ноги чуть ли не к перекладине поднимал, Андрей здесь вообще ноги не поднимает. Он не делает рывка ногами, он может быть чуть-чуть отталкивается от земли. И все. В плане того, что касается закидывания живота, что вам плечи нужно завести за турник, лечь на него, это опять же отработка момента перехода, когда вы должны с высокого подтягивания перевестись, прокрутить кисти и перевести себя в положение над турником. Но это не отработка никакого рывка. Здесь мы плавно переходим к второму упражнению. Это отжимание от перекладни с живота, сверху живота. Можно сказать, подобрез груди вверх. Тоже 10 повторов. 10-20 повторов. Я не знаю, кто и когда вообще сказал, что это упражнение нужно делать для того, чтобы научиться выходом, но суть в том, что оно никак вам не помогает. И дело в том, что когда вы лежите с животом на турнике, то отжать себя наверх по сложности, это примерно то же самое, что сделать несколько отжиманий от пола. Даже не на брусьях, даже не на брусьях, а от пола. Потому что вы лежите, понимаете? Вы лежите на турнике. Если вы себя уже туда закинули, вы лежите животом на перекладине, то отжать себя наверх, это очень простой момент. Тренировать его дополнительно нет вообще никакого смысла. Но можете еще в планке постоять. Тоже как бы пресс же работает, да? И на выходах пресс работает. Поэтому, наверное, для выходов будет полезно. Нет, нет. Это пустая трата времени просто. Это упражнение вообще не нужно. И те, кто его показывает, я сразу. Для меня это знак, что человек не особо разбирается в биомеханике, в том, как работают мышцы, и то, что он научился делать выходы и кому-то помог, это вовсе не значит, что он делал это эффективным образом. Сейчас из двух упражнений, которые показал Андрей, одно вообще бесполезное, а второе нужно не для того, для чего он думает. Ох. И у него миллионы просмотров. Люди смотрят это и учатся по этим обучалкам, хотя это очень плохие обучалки. Очень плохие. Хотя, может быть, я слишком рано сужу. Все-таки у нас всего прошло 2 минуты от видео, еще 5 минут ролика, так что смотрим дальше. Не будем спешить с выводами. Мы сделали эти 2 упражнения, мы их соединяем в одно. Только время. Рывок и выталкивание. А вот и не хотим. Видите? Даже сейчас, когда он соединяет эти 2 упражнения, он соединяет не эти 2 упражнения. После рывка он полностью ложится, и уже из положения лежа животом на турнике он себя выжимает. А это намного легче, намного. Не говоря уже о том, что он опять использует открытый хват, чем наверняка помог нескольким ребятам навернуться, это точно. И он опять использует толчок ногами, то есть он не тренирует вот этот рывок. Чтобы сделать рывок, чтобы сделать этот вот киппинг ногами, который вам поможет легко освоить выход на 2, нужно сделать другое упражнение. Посмотрите видео с разбором Виктора Блуда. Вот там показывается, что нужно делать. Крайне эффективно. Вы сразу поймете, сразу научитесь, как делать рывок ногами. И у вас сразу получится сделать выход на 2. Таким образом делаем 10 повторов. Еще раз хочу ваше внимание обратить на хват. Он у меня открытый. С открытым хватом делать легче. То есть с закрытым хватом делать немножко сложнее. Кому как удобнее. Но учиться лучше всего с открытым хватом. Очки у него стильные. Но хочу еще раз обратить внимание, что с открытым хватом делать небезопасно. Потому что у вас нет контроля над положением руки, и в верхнем положении, когда вы сделаете там выход, у вас рука может соскользнуть вниз. Особенно потому, что вы новичок. Для вас может быть неожиданностью то, что вы вдруг сделали выход на 2 и оказались над перекладиной. И вы можете навернуться. Поэтому всегда используйте закрытый хват, контролируйте большим пальцем перекладину. В плане сложности разницы существенной нет. Если бы мы говорили про глубокий хват, да, или ложный хват, тогда использование открытого еще более-менее оправдано. При обычном же хвате использование открытого вместо закрытого хвата ни коим образом не оправдано. И если вы новичок, учитесь в закрытом хвате. Для вашей же собственной безопасности. Итак, после того, как мы выполнили все эти три упражнения, мы переходим на турник. Нам повезло, здесь есть гимнастический турник. Если у вас на площадке есть гимнастический турник, то пользуйтесь лучше им, так как он пружинит. Пойдемте на турник. Напишите, если у вас на площадке есть гимнастический турник или нет. Просто есть гимнастический турник или нет в комментариях. Просто, чтобы мы увидели, насколько Андрей далек от обычных людей, у которых не то, что на их площадке, там во всем городе бывает нет никаких гимнастических турников, Но в том плане, что делать на нем легче за счет того, что он пружинит, это факт. Это факт. Пойдемся на турник. И теперь непосредственно мы переходим к выполнению самого выхода на две. Запрыгиваем на турник, беремся обезьяньим хватом открытым и пытаемся с помощью рывка, то есть то, что мы делали с пола, закинуть себя на живот. С помощью рывка даем небольшую раскачку и на рывке резким движением закидываем себя. Помогаем ногами и всем телом. Еще раз. На рывке максимально закидываем себя, пытаемся именно закинуть себя на живот. Но он не делал в первом упражнении рывок, он делал толчок ногами. А сейчас он пытается по максимуму повторить тот толчок, который он делал. И это на самом деле гораздо сложнее, чем научиться делать киппинг ногами, про который говорит Виктор Блуд в видео, про которое я уже несколько раз сегодня рассказывал. Вот там посмотрите обязательно этот ролик, посмотрите, как делается киппинг. Это гораздо проще, это гораздо понятнее. И это гораздо быстрее поможет вам освоить выход силой и выход на две сначала, чем вот этот вот рывок ногами, толчок ногами, про который говорит Андрей. Какие ошибки здесь могут возникнуть? Первая ошибка. То, что вы пытаетесь сместить центр тяжести туда. Это неправильно. Таким образом, выход силы станет практически невозможным. Он будет очень тяжелым. Когда мы делаем выход силы, центр тяжести мы ведем за собой. То есть, вот так вот не получится. Когда ноги остаются там. Не получится. Так будет гораздо сложнее сделать. Ноги должны быть ровные. Вы этими ногами помогаете себе сделать рывок. Раз. И закинули себя наверх. Максимально быстрый рывок. Даже сейчас, если мы посмотрим, как Андрей делает выход, мы увидим, что он в основном использует силу верхней половины тела, а ноги ему лишь чуть-чуть помогают. И для того, кто умеет уже делать выходы, для того, у кого хорошая физическая подготовка, будет тяжело понять, что новички не смогут так делать. Им нужна гораздо большая помощь ногами. Гораздо больше нужно получить силы с движения ног для того, чтобы сделать свой первый выход. Киппинг. Запомните, ребят. Не рывок ногами, не толчок ногами. Киппинг. Вам нужно научиться делать тот самый киппинг, который делают в кроссфите, но использовать его во благо. Не в подтягиваниях, а в выходах силы. То есть, рывок вы делаете с помощью рук. И еще одна, друзья, ошибка, которая помешает вам сделать выход, это то, что вы пытаетесь подтянуться. То есть, из-под турника выйти слишком близко. Турник подносите к себе. Движение должно быть дугообразным. Вот. Вот оно движение. Вот. Дугообразное движение. Оп. То есть, выход силы, он отличается от подтягиваний. Далее уже, конечно же, можно выполнять его разными вариантами. Выход силы отличается от подтягиваний. И про дугообразное движение он говорит все верно. Для того, чтобы у вас было дугообразное движение, вам нужно локти разводить не в стороны, как у некоторых по привычке, по аналогии с подтягиванием происходит, а стараться прижать к телу. Чем лучше вы контролируете локти, чем ближе вы держите их к телу, тем будет вам легче сделать выход силой. И именно из-за этой причины, из-за того, что руки у вас будут двигаться, вот вы висите, и руки у вас двигаются вот так, вот так, вот так. Вот. Это перекладина. Вы и будете делать вот эту вот дугу. Потому что, держа локти прижатыми к телу, у вас появляется вот этот рычаг. Для того, чтобы вы могли сделать переход в положение над турником. Очень многие говорят про дугу, но практически никого я не слышал, кто бы говорил про локти и про то, что локти нужно стараться держать прижатыми к телу, и так будет сделать выход легче. Андрей сейчас тоже показывал, у него руки вот здесь находятся. Вот прям широко их расставил. Тоже старается контролировать локти. И у него достаточно сил для того, чтобы сделать вот с таким положением рук. Но у новичков не будет достаточно сил. Поэтому им нужно стараться прижимать локти как можно ближе к телу. Чисто в силовом формате. Выход силы, склепка. Дело в том, что выход силы и склепка это диаметрально противоположное упражнение. Одно выполняется за счет силы, а второе выполняется за счет техники. В склепке сила вообще не нужна. Разве что здесь учение? Вот вам нужен силохват для того, чтобы держаться за перекладину. Больше ни для чего вам сила не нужна. Все остальное делается исключительно на технике. За счет перехода потенциальной энергии в кинетическую. Кинетическое обратно в потенциальную. Понимаете? Это простая физика. Но это разные упражнения. Нет никакого выхода силы и склепки. Это разные вещи. Разные. Не надо. Не надо такую чушь говорить, пожалуйста. Выход силы напрямых и так далее. Нет выхода силой напрямых. Это разновидность склепки. Это склепка на прямых руках. И делается она технически. Если бы кто-то попробовал сделать выход силой на прямых руках, ему бы потребовалось очень большое количество сил, потому что был бы очень большой рычаг. Чем больше рычаг, тем больше требуется силы. Это школьный курс физики. Почему я сейчас пересказываю вещи, которые должен любой шестиклассник взять. И там потребуется такое большое количество сил, что на данный момент никто в мире не делает выхода силой на прямых руках. Вот такие вот дела. Представляете? Особенно если делать его технически правильно. Выполняя все эти упражнения и имея хотя бы небольшую базовую подготовку физическую. Это 10 подтягиваний чистых. Обязательно чистых. Не знаю, 20 отжиманий. То есть обычную базовую подготовку. Потому что я видел ребят как худых очень, которые имеют там совершенно небольшую физическую подготовку. Небольшую физуху. И ребят мощных, которые реально подтягиваются по 30-ке, но не умеют делать чистый выход силы. Все дело в нашей голове. Все дело в том, что люди, которые даже могут 30 раз подтягиваться, они могут не знать, что происходит во время выхода. Вот эти моменты с проворачиванием кисти, про которые Андрей, например, ничего не сказал. И поэтому они не могут просто себя перекинуть через турник. Поэтому им его видео особо-то и не поможет ничем на самом деле. Что касается уровня подготовки. Для того, чтобы сделать выход на две, как я уже сказал, много сил не требуется. Там действительно, если 5-10 раз подтягиваетесь и более-менее там отжимаетесь. 10-20 раз, да, действительно, как он сказал, то этих сил, в принципе, уже будет достаточно для того, чтобы научиться, начать учиться делать киппинг ногами и делать выход на две. Для того, чтобы выход силой сделать, сил потребуется гораздо больше. Когда мы забираемся вверх, сверху вниз его сделать проще. То есть мы резким движением опускаем себя вниз, как струнка, и сразу же выходим. Так сделать легче. Просто попробуйте. Закиньте себя вверх и резко опускаясь вниз, сразу же делайте рывок. То есть вам необходимо отработать этот рывок. Как только получится у вас один раз сделать криво, косо, потихоньку нарабатывайте, нарабатывайте, нарабатывайте. И буквально за неделю вы уже будете делать чистый выход. Но не забывайте, самое главное – это практика. Это тренировки. Выходите и делаете. По сути, ничего сложного нет. Три упражнения. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Андрей Филиппов, Движение Горилос. Увидимся. Всем до скорого. Так, вот такой вот ролик. Что касается его последнего лайфхака, совета, то да, действительно, если вы сначала заберетесь с помощью, например, подъема переворотом наверх, затем сбросите себя вниз и затем снова начнете делать выход, то будет делать его легче. Почему? Потому что в верхней точке у вас уже есть потенциальная энергия, которой достаточно для того, чтобы сделать выход силой. Выход на две в том числе. Затем вы падаете вниз, превращаете потенциальную энергию в кинетическую, и затем у вас уже есть достаточное количество энергии, которой хватит, чтобы вас закинуть обратно на турник. Когда вы только учитесь, то не всегда вы сможете ногами сразу давать себе научиться достаточное количество энергии, чтобы его хватало, чтобы вы оказались над перекладиной. Но когда вы уже над перекладиной, в вас уже заложено достаточное количество энергии, чтобы туда вернуться, добавить чуть-чуть, немножко своих сил, да, там силы трения, все дела, и вы сможете вернуться обратно. Поэтому, да, работает, новичкам... Я не уверен просто, что новички поймут, что именно нужно делать обратно, но может помочь. Попробовать можно и посмотреть на то, поможет ли это вам. Что касается итогов. Давайте подведем итоги этого ролика, пока опять солнце не вышло и не начало мне мешать. Он назывался «Как научиться делать выход силой за полчаса». Нет, выход силой за полчаса научиться невозможно делать, если только у вас уже нет всей той силы, которую необходимо использовать. И если вот она у вас есть, если вы, там, хорошо потягиваетесь много или потягиваетесь с большим дополнительным весом, и вы просто не понимаете технику, можно научиться за полчаса понять технику реально. Если у вас нет сил, вы новичок, только посмотрели видосик Андрея Филиппова, решили научиться делать так же, пришли на площадку в первый раз, то, конечно же, нет, ни о каком выходе силой говорить нельзя. А вот выход на две, да, выход на две научиться можно буквально за несколько тренировок. Если это ваша не самая первая тренировка, то за полчаса выход на две освоить можно. И его подопечный как раз именно это и освоил. Просто сильнее помогать себе ногами, будет легче делать руками, и у вас все получится. Такой вот разбор Андрея на сегодня, люблю рассказывать про выходы. Если вы хотите, чтобы подобные разборы выходили чаще, то становитесь спонсором нашего канала на сайте Boosty. У нас уже есть 20 спонсоров, и благодаря им я могу отдавать часть роликов ежемесячно на сторонний монтаж. Соответственно, у меня становится больше времени на то, чтобы искать в интернете видео для обзора, отсматривать их, делать обзоры, искать статьи, подтверждающие мою точку зрения, когда это необходимо, когда нужно конкретные исследования изучать. Все это занимает очень много времени, и я смогу на этом сфокусироваться, если монтировать буду не я. Потому что монтаж ролика, честно говоря, занимает гораздо больше времени, чем непосредственно его съемка, и иногда даже чем его подготовка. Поэтому, как только я наберу в ежемесячной спонсорской поддержке 40 тысяч рублей, этой суммы хватит на то, чтобы отдать вообще все ролики на монтаж, а я смогу сфокусироваться непосредственно на контенте. А затем будем продолжать увеличить количество спонсоров, и я смогу уже нанимать оператора, который будет меня снимать. Сам снимать будет, сам монтировать. У нас появится больше ракурсов, больше всяких интересных вставок будет, куча всего нового. Прикольного будет добавляться. И это следующий шаг. И это все. Небольшие-небольшие наши шажки на пути к созданию независимого научно-исследовательского института, когда у нас будет уже очень много спонсоров, большие финансовые возможности. Мы сможем не просто делать разборы чужих роликов, не просто делать анализ каких-то публикаций с ответами на конкретные вопросы, но сможем сами проводить исследования, заниматься самой интересной штукой. Мы сможем заниматься научной, настоящей научной работой, делать свои исследования, свои эксперименты, получать свои публикации в научных журналах и продвигать научный подход к физической активности и здоровому образу жизни. Вот такой план на сегодняшний день. Также, если вы заметили, у меня новая зимняя осенняя толстовочка Street Workout. Street Workout Север, которая защищает меня всегда от ветра, снега и дождя благодаря двойному капюшону, в отличие от конкурентов. И также благодаря тому, что она имеет удлиненный крой, моя поясничка всегда в тепле, даже когда я подтягиваюсь, даже когда вот приходится сделать вот так. Если ваша текущая толстовка открывает вашу поясницу и потом она у вас болит, то подумайте над тем, чтобы купить себе вот такую прекрасную толстовку и всю зиму тренироваться на улице в полном комфорте. С вами был Антон, канал Street Workout, меня начинает припекать уже, так что на сегодня все. Если есть предложения по будущим роликам или предложения людей, которых нужно разобрать, может быть они говорят что-то странное, пишите в комментариях, я все читаю. Лучшим комментариям ставлю лайки, а самым лучшим, конечно же, сердечки, потому что они согревают мое сердце. Все, на сегодня все, пока!